Ну что ж, сегодняшнее утро в танках началось не с клизмы и с кофе, как обычно, а с порцией сундуков на очередного защитника. Ни для кого не секрет, что вся эта танковая франшиза Дефендеров очень, очень сильно... Говной воняет. Кто-то сильнее, кто-то чуть-чуть, но все равно защиканцы мало кому нравятся и понятно по каким причинам. До сегодняшнего дня на боевом дежурстве было три типа танков. ТТ, ПТ и СТ. Не хватало только ЛТ. И логично было бы предположить, что на этот день защитник отечества введут именно его. Итак, встречаем. АМХ Дефендер. Я прекрасно понимаю, что любой новый танк для комьюнити расценится как нечто суперинтересное, как возможность начать всех нагибать, поднять статку и так далее. Подобное убеждение длится уже целых шесть, мать его, лет. Это... Это печально. Где пять из которых я на каждый танк делал обзор, в котором максимально объективно рассказывал про новинки. 95% из них настоящий хлам. Бесполезный, неинтересный, бестолковый. За игру, на которых вам должны были доплачивать, а не наоборот. Но в итоге игроки все равно массово скупали технику, меня называли нытиком, который не умеет играть, ведь у него уже есть уже мастер на этом танке. Ибо тяжело признать упрямцу, что он жидко обосрался и зря потратил деньги. Хотя тебя предупреждали в видео, где подробно все изложили. На этой твердолобости и строится развитие нашей игры. На Руси, слава богу. Дураков лет на сто припасено. И сейчас новый легкий танк с громким названием Defenders, мощным для нашей игры, конечно же, упаси господь, обобщить, визуальными эффектами засунутый в сундуки и поданный под соусами нагиба, будет раскуплен как семечки, и все будут рады его появлению в ангаре. Но давайте посмотрим, что мы имеем по факту. Это ЛТ на восьмом уровне. Факт, факт. На восьмом уровне есть другие ЛТ, включая премиумный. Факт, факт. Значит, чтобы оценить его эффективность и актуальность, достаточно сравнить с существующими, верно? Вот и давайте прикинем. Вы можете оставить средства и дождаться черного бульдога, или попытать счастье с защитником. Максимальная скорость немца 72 км в час. У француза 65. ДПМ. Немец за минуту со всеми плюшками в поре 2553 урона. Француз 2,170. Не будем пока говорить о методе реализации чуть позже, пока чисто факты. Броня. У француза 50-40-30, у немца 25-25-19. Но! Справедливости ради, эти миллиметры не имеют особого веса, потому что их обоих легко пробивают фугасами. Теперь комфортность в стрельбе. У немца скорость сведения 2,9 секунды, разброс 31 сотая и 8 градусов уэнов вниз. Вполне комфортно. Плюс пробитие 182 миллиметра. Француз противоставляет 3,1 скорость сведения, 31 сотую в разбросе, 6 градусов уэнов вниз при заднем расположении башни. Но зато 205 миллиметров пробития. Также хочется отдельно отметить у бульдога 102 миллиметра пробития на фугасах, что придает фана при игре. И нужно отдельно отметить наличие барабана у Дефендера. Вообще барабан это очень тонкий тип орудия. Он либо дает преимущество, либо является минусом. И в данном случае это конечно же минус. Во-первых, это потому что 4 снаряда с маленькой альфой. В условиях рандомного боя есть огромный шанс промаха, попадания или рикошета. Более того, реализовать 4 снаряда это значит 4 раза сторговать лицом. Либо задержаться на одной линии с врагом, чтобы всадить весь магазин без отката за препятствия. Хороший барабан это тщательный баланс между альфой, КД, между выстрелами и КД в целом. Тут нет ничего тщательного. Во-вторых, конечно же, из-за барабана падает ДПМ в общем. Понятное дело, что он и должен быть ниже, потому что основная эффективность оценится в рамках ХП одного танка. Но тут очевидный проигрыш циклу даже без использования снаряжения. Это тоже факт. Да, я уже предвижу комменты, что я тупой аутист с жирными мозгами, раз сравниваю Дефендер с Чернобылем. Но все вы упускаете одну главную вещь в моих словах. Их суть. Я вам наглядно показываю, что вы можете купить за свои деньги из легких танков. Чернобыль или Дефендер? Немец тоже прем-танк. Его тоже будут продавать тысячи раз. Так почему же не купить то, что по факту играется намного лучше и интереснее? Если хотите, можно сравнить и с прокачиванием аналога. Эффективность барабана у АМХ 13-90 все равно выше в рамках одного танка. Это именно то, про что я говорил выше. Если бы у Т-34 было бы 2500 ХП, то в итоге Дефендер обогнал бы 90-ка. Но в рамках одного, одноуровневого танка, увы, защитник проигрывает по всем параметрам. Как ни крути, что ни говори, у него нет никаких выдающих преимуществ. Нет никаких сильных сторон, которые как-то можно было бы эффективно реализовать. Нет ни одного плюса, который можно было выделить и как-то противопоставить недостаткам. Это все сухие факты. Ни мое нытье, ни мое отношение к этому всему чисто по фактам. Что касается моего мнения, то я возмущен. Возмущен тем, что ну разве нельзя сделать что-то годное? Эта серия подается эксклюзивно по одному танку от каждого класса раз в год. Четыре года на коллекцию с громким названием «Защитники». Почему же тогда почти все эти танки вежливый синоним слова «хлам»? Ну, к примеру, я бы дал французу систему дозарядки. Убрал бы барабан и при всех тех же параметрах поставил бы ему дозарядку. Понятное дело, что КД самой дозарядки не будет на целые 0,7 секунды. Там можно было бы похимичить, но в целом вышел бы отличный фановый танк, который при должном умении мог бы составить конкуренцию про Гетто или Эмилю. Но, увы, что есть, то есть. Естественно, я ни в коем случае не навязываю свое мнение. Каждый в этой игре ловит свой кайф и у каждого свои цели. В этом обзоре я постарался привести только сухие факты. То, что вы сами можете сравнить, имея глаза, костный мозг и уровень IQ, который хотя бы равен комнатной температуре. То, что Defender бесполезен, очевидно, как то, что у вас в жопе дырка. И писать комментарии, что я нуб, надо уметь играть и у меня на нем мастер, глупо, ведь я делаю обзор на танк, а не на скилл игры. По факту, при таком подходе даже не требуется выходить на нем в рандом. Бои — это лишь фон для моего обзора. Вообще, если хотите, то я могу вместо них снимать, как я занимаюсь каким-нибудь интересным делом в реальной жизни. Иногда чередую это с демонстрацией сравнений или цифр из игры. Ставь лайк, если это интересно. Наберем десятку — я так и буду делать. Также, если мы наберем эту десятку за сутки, то я буду открывать сундуки до талого, пока эта залупа не окажется у меня в ангаре. Страшно представить, насколько у меня разгорится пердак после открытия сундуков на следующий день после их ввода. Как правило, это мертвая затея. Ну и вообще, ставь лайк, если тебе нравится мой контент, и не забывай поддержать подпиской. На этом у меня все. Увидимся совсем скоро в следующем видео. А теперь, дорогой мой, подставляй свои места для электронно-воздушного засоса. Кстати, такой вот вопрос на зрел. Как вы думаете, этот ИС-8 бот или нет? Внимательно присмотритесь к его поведению и к моим движениям. Мне кажется, что ботов в игре гораздо больше, чем мы думаем. Не, ну я просто тупо не могу поверить в то, что игрок моментально реагирует на мое движение вперед. Как только я подаю вперед, он сразу же ворочает башню. Такого просто быть не может. Ну и вот, собственно, мне кажется, здесь очевидно, что это, ну, как бот. Все, ставим лайки!